Для понимания доклада никаких специальных знаний не требуется, будут рассказаны разные истории, где-то провокационные, специально провокационные, то можно, я думаю, задавать вопросы, прерывать, высказывать свои соображения происходящим прямо непосредственно во время этих историй. Я рад, что есть возможность здесь выступить, на коллоквами факультет компьютерных наук. В последнее время разные организации играют в разные игры, считая какие-то голые очки и секунды, и теперь вот эти буквы имеют важное значение настолько, что, скажем, в презентацию поместилась только первая строчка, а остальные, скажем, не влезли. Но для этого доклада, как ни странно, важны тут разные истории. Значит, во-первых, я об этом буду говорить, постараюсь как можно четче все время, что вот истории предсказаний, на самом деле теоретических предсказаний, с моей точки зрения, место как раз на факультете компьютерных наук, поэтому где же об этом рассказывать, как не здесь, а раз уж так мне повезло, что я здесь работаю и веду занятия. С другой стороны, другие мои места работы позволили лучше осознать как задачи, так и методы их решения, и страшные непонятные буквы характеризуют лабораторию изучения многообразия общества в российской экономической школе, и это позволило познакомиться с разными экономическими задачами, с одной стороны, с экономистами, с настоящими экономистами, с другой, и ТПЗ, РАН, это никакой не завод, а институт теории прогноза землетрясений, и о прогнозе землетрясения пойдет сегодня речь. И, наконец, последние буквы, которые трудно там прочесть, первое, вообще какая-то нерусская, это... Да, значит, это, значит, парижский институт физики земли, где я бываю месяц в году, и как-то вот, значит, все эти истории, на самом деле, как мы заметим, важны для дальнейшего. Известен, вот скажем, в этих кругах, возможно, потому, на факультете компьютерных наук, возможно, потому, что там жил одно время семинар Синая в тяжелые времена, потом он, видимо, как-то переехал в ИПИ, что? Такое маленькое место, которое придумал академик Экиелис Борок, человек, занимавшийся прогнозом землетрясений всю свою жизнь и добившихся огромных успехов, в общем, порогивший этот институт, являвшись для него и матерью, и отцом. Давайте попробуем. Вообще, как физик решает задачи? Ну, ясно как. Он ставит эксперимент, находит разные закономерности. Эксперимент можно повторить второй, третий, четвертый, не знаю, десятый раз, тщательно контролируя все параметры эксперимента, и потом, если повезет, создаёт какую-нибудь теорию. Но есть разные науки, где не так легко провести эксперимент. Эксперимент — это и экономика, и физика Земли, и астрофизика, которая упоминалась на титульном слайде. не так легко провести эксперимент, если вы анализируете что-то проходящее, приходящее к вам в Солнце, или если вы изучаете какую-то экономическую или социальную систему. А проблема в том, что эксперименты хорошо проводить, когда вы можете контролировать соблюдение эксперимента, и ваш новый эксперимент проходит в таких же условиях, как предыдущий, а потом вы там берёте какой-нибудь параметр самый важный, и начинаете его аккуратно менять. И вот мы будем сегодня говорить о задачах, где так поступать нельзя, просто никакой такой возможности нет. И тогда тоже есть стандартный подход, стандартный подход, что нужно делать, стартуя с каких-то… когда вы работаете с данными, находите математические принципы и формулировки, встроите количественные модели, дальше, если данные большие, нужно написать какой-нибудь обрабатывающий код, увидеть какие-то закономерности, сформулировать их, понять, что это не фикция, что это разумно всё, что было сделано. Ну и если мы говорим о чём-то совсем величественном, то можно дать рекомендацию лицам, принимающим решение. Кстати, междисциплинарные исследования очень популярны сегодня, это очень здорово, все понимают, что для решения больших задач нужно привлечь совершенно разных людей с разным бэкграундом, разными умениями, разными способностями. И если посмотреть, какие коммерческие, так и теоретические задачи, междисциплинарные проекты популярны, приветствуются, их трудно реализовать. Если мы говорим о теоретической работе, то у неё один из естественных выходов – это публикация. И здесь выясняется, что публикация, она не междисциплинарная, она принадлежит какой-то специальной области, и именно в этой области должна быть опубликована. И тогда любой эксперт скажет, ребята, что мне принесли, это не моё. Особенно если мы говорим о математической составляющей или о вычислительной составляющей, и пытаемся принести это в журнал, не имеющий отношения к математике, не имеющий отношения к компьютерным исследованиям, то ясно же, что никакая такая работа… никто не может оценить ваш вклад, ваш труд. И здесь есть страшные потенциальные неприятности. Во-первых, математический результат не интересен математикам. Математики занимаются ясными, красивыми, великими задачами, в которых, во-первых, есть какой-то ответ, всё это в белое или чёрное. Есть решённые задачи, есть нерешённые задачи, что-нибудь можно доказать, что-то нельзя доказать, всё совершенно замечательно. Задача, о которой я говорю, получить математически точный результат разумными средствами просто невозможно. Поэтому математик за такую работу не должен браться. А если математическое исследование просто требуется, вот заказчик говорит, что там должна быть, ребята, вы посчитайте чего-нибудь. И, кстати, страшные вещи, если немножко отвлечься, просто близки даже к этому заведению, вообще к любому экономическому заведению. Стало модно говорить, что исследование по экономике должно включать математическую часть. начиная с курсовых дипломных работ, все включают. И моё личное осуществление, что в 90% случаев лучше бы не включали, потому что как оно работает, не знает никто. Но главное, что подобная ситуация, то есть часть квалифицированных исполнителей, она не заинтересована заниматься подобными работами, потому что, как я сказал, труд математиков, труд вычислителей, он не будет оценен. Потому что эксперты говорят, что это не математика и не компьютерные науки, они эксперты, их методы проверки, они не чувствуют того математического вклада, той математики, которая на самом деле лежит за придуманными алгоритмами. И поэтому теряются ещё и люди. И первый замечательный пример, который хочу с вами обсудить, это вопрос глобального потепления. Вещь, страж популярная, даже президенты занимаются глобальными потеплениями. Значит, поразительно, что наука очень быстро уступила место разным научным вещам, и этот пример и будет здесь рассказан, причём я скажу, я же здесь говорю под микрофоном, это очень страшно, что я совершенно не хочу никак комментировать, значит, существует глобальное потепление, не существует глобального потепления. Я скорее, это пример о том, как наука остаётся в стороне, и часто просто невозможно понять, в чём задача, почему она решается тем или иным способом. Дело в том, что огромные вычислительные мощности, задействованные в решении этой задачи, то есть стоят большие компьютеры, они обсчитывают там каждый кусочек земли, значит, и говорят, что будет в будущем в разных частях, это действительно огромные вычислительные мощности, а в то же время существо дела обсуждается крайне редко, и вот я просто вам напомню, в чём здесь дело, с чего всё началось, а никаких осуждений, даже личных и оценочных, высказывать здесь не буду. Первая картинка очень убедительна. Вот я специально взял то, что просто, значит, можно найти, что Яндексится, я буду осторожно говорить, что Яндексится просто, значит, Ликипедия, значит, картинка с сайта американской, значит, НАСА, американского космического агентства, ещё более убедительная картинка, если у неё отрезать вот эту левую часть, о которой обычно ничего не говорят, ну вот это просто самое популярное, что есть, я вам расскажу, что это такое. По горизонтальной оси отложено время, а по вертикальной температура, ну здесь число 0, она меряется, это не абсолютная температура, а относительно какого-то уровня в специальный отрезок времени, и это неважно для нашего понимания. Мы будем смотреть, важно, что это градусы, отложенные по вертикальной оси, и нас интересуют изменения. И история здесь совершенно ясная. Вот если мы закроем левую часть картинки, то где-то с 70-х годов мы видим практически линейный рост. Картинка, вот скажем, когда я на неё посмотрел впервые, а посмотрел на неё в начале 2000-х, она выглядела ещё более убедительной, потому что вот этого куска тогда вообще на ней не было, но видите, вот если присмотреться там справа чего-то, значит, как-то перестало расти, и был вот этот вот линейный рост, очень убедительный линейный рост, значит, теперь линейный рост чего? Значит, в разных местах Земли воткнуты палки такие, которые меряют температуру, ну станции какие-то есть. И если всё это осреднить по пространству, то есть по Земле, и ещё осреднить по времени, ну потому что зимой и летом температуры разные, то получится как раз то, что изображено вот одной точкой, значит, соответствующую году. Это, значит, казалось, неважно, как оно осреднено, но ясно, что это разумное среднее по времени годовому и по пространству. И, конечно, вот этот рост очень убедительный, и как бы люди увидели этот рост, и с этого начались научные исследования. Вторая, кстати, величина, которую тоже очень естественно померить, о которой все говорят, это процесс таянии льдов. Значит, можем померить, ну грубо говоря, сколько у нас есть льдов. И вот у меня нет этой картинки, но лёд, он, значит, тоже тает со временем, не сильно, но тает, и, значит, это второе бдительное свидетельство наличия глобального потепления. Надо понимать, что вот эта разница не велика от доли градусов, и там на огромном историческом времени это ничто, да, потому что были там динозавры вымерли, там много чего происходило. Понятно, что колебание температуры было чудовищным, принципиальный вопрос, почему так происходит. И есть убедительная история, она такова, что мы с вами, человечество, мы с вами как человечество идем на такой образ жизни, что выделяется СО2 в атмосферу из производства нашего. И вот этот СО2, который выделяется в атмосферу, в результате, значит, влияет на климат и происходит глобальное потепление. Это очень убедительно. Мы действительно выделяем много СО2. Промышленность, так сказать, как-то работает, и график, так сказать, мы можем поверить, что есть какая-то согласованность в этих двух процессах, высшение температуры и деятельности человека. Действенность человека вряд ли прекратится, и тогда мы можем ожидать дальнейший рост. Ну и все эти прогнозы, о которых идет речь, о которых, я говорю, великое множество, они основаны на том, как же человечество будет продолжать выбрасывать СО2 в атмосферу. Т.е. типичный рассказ, будет меньше выбрасывать, будет вот так, больше вот так, но дальше как бы идея понятна. А есть ли какие-нибудь альтернативные идеи? Значит, на самом деле есть, я вам покажу пример. Вот на этом графике… Да, я вообще рассказываю здесь чужие результаты, я скорее вот показываю разные картинки, я надеюсь, что они везде будут, автор указан. Значит, если я не замечу, тогда я буду говорить, но вот я сразу предупреждаю, что я представляю разные результаты, и вроде бы я везде аккуратно указал авторов этих работ. Очень интересная идея заключается в том, что давайте вот эти усредненные графики как-то посмотрим в отдельных местах. например, на картинке, на двух картинках, которые сейчас на экране, показаны температуры, ну и не только температуры, а что с температур зимой и летом в Европе и не очень северной Европе. Я не помню, там до каких широт набрались измерения, то есть осреднение происходит в пространстве по европейским странам и не очень далеко, где-то на Голландии там более-менее все заканчивается. А вот эта штука работает, вот средний график слева, например, это зимние температуры, опять же, неважно, что в точности указано на этой шкале, нас интересуют относительные изменения. И то же самое, значит, вот средний график на правом рисунке тоже температура, и мы видим, например, на правом графике, что летние температуры, они вот демонстрируют тот самый рост, почти линейный, который мы видели и раньше, тот, который был на предыдущем слайде, примерно с того же самого времени. Это минимальная температура, это максимальная температура, однако зимние температуры ведут себя принципиально не так. Они колебались вокруг какого-то уровня, условно, в 80-х годах произошел скачок, они вышли на новый уровень и там и живут. Ясно, еще раз, я не собирался рассказать никаких доказательств и никаких строгих утверждений. Но важно понимать, что та история, которая здесь рассказывается, под ней как бы сидит совершенно другой физический процесс. Вместо эволюционного изменения, в данном случае температуры, мы видим скачкообразное изменение, что физически скорее соответствует эволюции со смены режима. и это, вообще говоря, совершенно другая физика. Если действительно такое имеет место, то мы должны рассматривать какие-то другие процессы, которые должны дать объяснению чуду и попытаться понять, за счет чего когда-то там лет 30 тому назад что-то произошло с климатом, так что мы видим скачкообразные изменения. В дополнении, как альтернатива, не знаю, но мы видим некоторые наблюдения, которые, безусловно, нуждаются в каком-то разумном объяснении. Значит, авторы в той же работе, они помимо температуры исследовали параметр, который по-английски называется solarity, то есть солнечность, то есть сколько солнца попадает на землю, и обнаружили, что в то же самое время, чем больше значение, опять же, не важно, что по оси, но важно, что больше означает больше солнца, выше означает больше солнца, ниже означает меньше солнца, и выяснилось, что к нам на землю зимой, значит, не к нам на землю, к ним на землю в западную Европу зимой стало поступать больше солнца. Вот мы видим опять скачкообразные такие же изменения, после чего, значит, мы видим колебания, ну, примерно на одном уровне, может быть, чуть растущие. Что это, кстати, может означать? Значит, больше солнца, это значит меньше облаков. Когда зимой, значит, меньше облаков, может быть, может быть, это означает, что снега меньше. Вообще говоря, это может объяснять немножко более активное таяние льдов. То есть это как-то укладывается в схему наблюдения. Я расскажу какой-то маленький кусочек, но мораль этого рассказа мне представляется важной. Сверхсовременные, сверхбыстрые компьютерные вычисления могут порой скрыть какие-то элементарные факты, которыми нужно, может быть, обходиться какими-то значительно более простыми и понятными средствами. Ну, давайте мы, значит, другой пример, он тоже, значит, совершенно замечательный, потому что о нем было написано очень много. И опять же я, значит, сразу скажу, что говоря о выборах в Думу и вообще о наших выборах, я совершенно не собираюсь говорить о политике. Мы находимся на факультете компьютерных наук, и я скорее хочу привлечь внимание к математической составляющей работы и о том, как об этом высказывались математики. Значит, о чем идет речь? На основании открытых данных некоторыми гражданами был сделан вывод о некоторых странностях, то есть авторы предполагали, что есть какой-то эталон и наблюдение, эталон не соответствует, и вот, якобы, раз не соответствует, значит, что-то там не так или не этак. Человек не ищел для нашему факультету, ну, не единственный, просто, это был хороший пример, Александр Шень написал такую брошюру, как-то правильно назвать, поместил в архиве, где подробно объяснил вообще, что делали люди, значит, какое-то имеет отношение к теории вероятности, то есть как надо воспринимать разные картинки, значит, насколько естественны те или иные отклонения, значит, и в ответ, значит, было высказано, ну, смотрите, тут же ничего нельзя доказать, это же чушь собачья, значит, нельзя доказать в том смысле, что мы не можем, значит, во-первых, мы не можем утверждать, да, значит, как в суде, да, что вот там этот видел того, этот видел сего, вот ничего подобного сделать нельзя. Больше того, даже в терминах теории вероятностей получить аккуратный результат довольно сложно, потому что, ну, вот, не очень понятно, какие предположения здесь правильные, значит, в вероятностной модели, то есть эта история довольно сложная и действительно говорить о каких-то строгих вероятностных результатах здесь тоже затруднительно. С другой стороны надо понимать, что когда мы имеем, как в предыдущем случае некоторые эмпирические закономерности, то нужно, ну, и мы хотим с этим работать, то нужно все-таки предложить какую-то модель простую, желательно попроще, которая этим закономерностям соответствует. Ясно, что эта модель не будет единственной. Дальше можно посмотреть разные модели, попробовать их сравнить между собой, сравнивать результаты, это отдельная наука, но без каких-то объяснений чуду очень трудно двигаться дальше, то есть просто двигаться дальше в терминах, что мы не можем что бы-то доказать, а вот при работе с данными, вот с такими живыми системами, ну, просто невозможно. Именно поэтому математики не хотят работать с такими, значит, в такой области, потому что задачи такие. Мы же знаем, что есть царство математики, и вот это не из него. Вот это не из него. Ну вот, если совсем, так сказать, как-то вот подытожить, то с данными приходится работать так. Мы смотрим, что там простая модель, там не соответствует наблюдениям, выдвигаем новую гипотезу, начинаем как-то ее обосновывать, понимаем, что гипотез на самом деле много, и мы выдвигаем другие гипотезы и другие модели, и сравниваем их между собой. Вот в следующей и, видимо, основной части моей сегодняшней истории я дам пример, покажу пример, связанный с прогнозом землетрясений, который, с моей точки зрения, начал очень удачен тем, что в каком смысле точный результат есть на уровне прогноза, то есть я покажу какой-то один из многих, безусловно, способов прогнозировать землетрясения. Дальше будет представлена другая сторона, оценочная. Будет представлена ясная математическая конструкция, которая позволяет сравнивать алгоритмы прогноза разной природы. И в этом смысле все замечательно, все строго, все красиво. Проблема в том, что, к сожалению, имеющийся сегодня результаты прогноза нельзя применять, чтобы спасать людей, с одной стороны. И в этом, как и было заявлено в названии, будет блеск и нищета этой конструкции, всей этой теории. Что, конечно, замечательно, но пока мы еще далеки от идеала. Кстати, вообще, я хотел понять, с чего я должен начать рассказывать о прогнозе, потому что прогноз появился в нашей жизни давно, и я задумался, насколько давно, что может быть первым слайдом. И решил, что, может быть, вот эта история про сотворение мира может быть правильное начало. Мы понимаем, что не только математики, не только физики, геофизики, но и философы, тоже думают о каких-то проблемах прогноза или, скажем, художники. Кстати, а что означает, что система предсказуема или что означает, что система непредсказуема? А что? А что? А что? Непредсказуем. Это как? Может быть, это означает, что мы просто еще не научились предсказывать? А может быть, просто это свойство системы, мы не можем предсказать, мы бросим монетку. И это такая… Слишком сложная параметра. Да, вот это на самом деле надо понимать, что это две разные истории, и их надо уметь различать между собой. И, кстати, не надо предсказывать непредсказуемая система, вы понимаете, что они непредсказуемы. Ну, кстати, у нас есть ряд данных, мы сейчас будем говорить о ряде данных, но ясно, что надо делать. Вот у вас есть ряд данных, вас интересует, что будет дальше. Не проблема, нарисуем прямую, посмотрим. Не помогает, но давайте нарисуем что-нибудь более квадратичную функцию, еще более сложную. По этому поводу есть замечательное высказывание, безусловно скептическое о прогнозе, что дайте мне четыре параметра, и я смогу подогнать слона, и я не могу здесь не удержаться, потому что следующая байка компьютерная. В 2010 году здесь вышла статья, кстати, в журнале по Computer Science, где действительно есть четырехпараметрический рисунок, который рисует слона, и в соответствии с предсказанием «Су ночью пятого» можно заставить его шевелить хоботом. К сожалению, у меня нет этого кино, но мы можем пойти по ссылке и, видимо, его там найти. Да, вот еще есть замечательный пример, прежде чем я перейду к землетрясениям. Значит, на самом деле ясно, что умеем прогнозировать. Есть закон Ньютона, есть классическая механика. Можем писать уравнение, решить и прогнозировать. Значит, ну, не решим, не важно, но главное, что они решаются, и, значит, все предопределено, ну, не точно решим, чуть-чуть ошибемся. А вот с прогнозом погоды выяснится, что ситуация принципиально иная, потому что там вот выяснилось, что есть такие специальные системы, так называемые хаотические, что если, значит, мы немножко ошибаемся в начале, то траектории решения, они очень быстро расходятся, они экспоненциально быстро расходятся, и тогда мы можем прогнозировать, ну, только некоторое время, пока наши, как бы, траектории не разбежались. И поэтому ситуация с прогнозом погоды, она такова, что на несколько дней, если погода не сильно меняется, прогнозировать можно и на самом деле довольно точно, а дальше вот этот вот краткострочный прогноз, он распадается, и прогноз погоды на долгое время, он основан на совершенно других моделях. Но мы имеем дело с гораздо более тяжелым процессом, сейсмика спрятана глубоко в земле, и трудно понять, так сказать, ну вот туда, значит, прибор положить затруднительно, там последнее время стали мерить сигналы, мерить волны исходящие, и есть такая информация, там раньше с этим было тоже тяжело. то есть, есть большие проблемы с измерениями, но есть, так сказать, есть история, есть данные, и вот здесь пример данных, значит, да, я должен охарактеризовать, какого сорта бывают данные. Вот нам говорят, что где-то там произошло землетрясение магнитуды, скажем, 8 баллов или там 9 баллов. Значит, что-то знать, что-то как-то понимать. Значит, это надо понимать, вот давайте не будем думать о том, что такое магнитуда, но будем понимать, что такое 8 и 9. Вот, скажем, надо понимать это так, что в 9 это в 10 раз разрушительнее, чем 8, а в 8 в 10 раз разрушительнее, чем 7. Значит, там 5 это то, что, значит, в Турции там будет падать дома, а если 8, значит, там с чем-то, то и в Америке начнут падать конструкции, а если к 9, то и в Японии не выдержат. То есть, вот как бы нужно просто понимать, о чем мы говорим. И вот здесь нарисованы в течение одного года, какие фиксировали землетрясения в разных точках земли, пространство здесь никак не нарисовано. И мы видим, что эта конструкция на глаз совершенно хаотическая, совершенно неясная, так сказать, нерегулярная, скажем это аккуратно, чтобы никаких терминов не использовать. И, значит, что же тут предскажешь? Правая картинка, вот какого сорта, это просто распределение, на самом деле один минус функция распределения, потому что штука убывает, так называемое дополнительное распределение, а вообще вот землетрясение, опять же, по миру за всю историю, не за один год, а вот за все то, что есть данные, там, не знаю, скажем, за 50-60 лет. И мы видим, что, значит, опять же, вот по вертикальной оси отложена частота, а значит, по горизонтальной вот та самая неизвестная, нам не очень понятная магнитуда. И мораль этой истории такой, что мы видим в среднюю закономерность вот эти точки, ну, конечно, все это очень усредненное, но все равно эти точки влажатся на прямую линию и, ну, в каком-то смысле, так сказать, магнитуда — это логарифм чего-то. И тогда то, что мы здесь видим — это степенное распределение, нарисованное в двойных логарифмических осях. Отсюда, значит, давайте запомним, в каком-то месте в конце доклада, значит, это будет важно, что перед нами есть пример, жизненный пример степенного распределения, а сейчас мораль из этой истории будет такова, что такие события вообще нужно, имеет смысл предсказывать. Здесь перед нами распределение событий с экспоненциальным убыванием, тогда у нас большие катастрофы встречаются редко, ну, встречается, ну и бог с ними, ну, в первом приближении. Здесь это не так, здесь большие события, значит, встречаются, действительно, значит, в среднем по миру это раз там в пару лет, ну, там даже по большим регионам, вот, так сказать, раз в несколько лет происходит событие. И, конечно, хорошо бы знать заранее, что они происходят. Значит, я обещал сначала один из примеров алгоритма прогноза, разумеется, значит, не единственного, их очень много, они самые разные. И тот алгоритм, о котором пойдет речь, он пытается, значит, основа на данных, исключительно, значит, на истории. Мы не записываем, вернее, они, авторы, и мы, потому что мы им сейчас сопереживаем, мы не записываем никаких дифференциальных уравнений, мы смотрим вот на, просто на данные, и, значит, дальше с помощью специальных заклинаний попробуем понять, значит, когда произойдет, значит, следующее крупное землетрясение заданного, заданной величины. Значит, значит, очень интересно, что у истоков были совершенно разные люди, вот это, значит, здесь написано, действительно, значит, знаменитые люди в разных специальностях, просто в разных аудиториях, значит, будут узнаны разные фамилии. Значит, ясно же, что здесь, значит... Да, значит, ищут, конечно, здесь об Израиле Моисеевича Гельфанди. Здесь как раз пример был, что люди разных специальностей собрались и сделали дело, значит, идея такая, определить просто обучением, не знаю, так сказать, такие специальные паттерны, которые предшествуют крупным землетрясениям. На самом деле, я прошу прощения, что в лес, но больше того, то, что я сейчас хочу сказать, надо было сказать два слоя назад, а именно на слоя с Бутинбергом Риктором. Но, конечно, для Турции нам хорошо бы из-за сильного магнитуда 6 предсказывать, потому что они там тоже будут обрушать постройки. Но есть еще такая догма, которую я как бы ожидал на этом слоя, что она будет сказана. Есть еще такая догма, что предсказывать события внутри, в том диапазоне магнитуд, где законодательный диагноз Риктора соблюдается очень хорошо. Это задача безнадежная, потому что там есть непредсказуемость второго типа, объективная. Поэтому, говорит, он не действует будет плохо. А самые большие события, а не мало того, что они самые разрушительные и их важно предсказывать, но их еще надежда есть предсказуемость. Вот это я лишнее говорю или это просто надо было в другом месте доклада сказать или так? Во-первых, это замечательно, когда люди говорят, они, во-первых, не засыпают, так что всегда хорошо. Это безусловно так. Давайте мы тонкости оставим на потом, я не знаю, на чай. В общем, мы доберемся на тонкости, хотя это безусловно верно. Я хотел сказать, что сама идея, значит, мы будем обучать наш алгоритм, значит, мы заставим его обучать, находить такие специальные паттерны, такие специальные образцы, которые якобы предшествуют крупным землетрясениям. Ну как, значит, известно, как это делать. Нужно, если алгоритм хорошо работает, его надо подкармливать конфетками, если плохо наказывать, в общем, проводить правильную обучающую процедуру. Ну как бы совсем, значит, вот если мы… Да. А вот это обучение происходит как-то явно, по форумам или… Сейчас я объясню. Сейчас я объясню, я покажу. Значит, вот, знаете, вот у меня была другая постановительность слайда, сейчас перелистаю вперед, отвечая на вопрос. Я вам покажу сначала замечательный пример успеха, который люди, которые занимались землетрясениями, показывали просто везде. Значит, у них было семь функционалов, семь предвестников, которые по-разному реагировали на увеличение сейсмической активности. То есть базовая идея была такая, что… Значит, я даже должен, мне нужны две руки, что вот активность… Ну я утрирую, конечно, но как бы идею показываю. Утрирую. Активность сейсмическая была маленькая, потом здесь потрясло немножко, тут потрясло немножко, сильнее, сильнее, сильнее и… Вот. Правильно. Значит, вот это сильнее, сильнее и сильнее, надо чем-то мерить. Значит, вот придумали семь разумных функционалов. Два из них меряет просто количество событий, ну довольно больших землетрясений за какое-то время. Еще два функционала. Они, ну если грубо, они меряли производную. Предполагается, что активность усиливается и, значит, можно грубо оценить линейный тренд. Неважно, есть он или нет, оценить его все равно можно. И, значит, вот производная, значит, это будет еще один функционал, который тоже можно поверить в скользящем окне. Вот такого сорта набралось семь функционалов. Детали не важны нам сейчас совершенно. И вот, значит, что происходило. Значит, вот оно в реальном времени как-то себе жило, 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 жило. А потом, да видите, стало расти. Что нужно было сделать еще заранее? Сейчас вернусь на искусственную схему. Еще нужно сказать, заранее тоже определить раз и навсегда, какую-то величину, я не знаю, критических значений. Что если вот эта вот змея становится выше некоторого уровня, то вот тогда мы ожидаем, что вот в ваших терминах бабахнет. Значит, для каждого это будет свой уровень. Не важно, что он меряет, но он же в чем-то измеряется. Вот больше, значит, скоро бабахнет. Вот есть какой-то специальный уровень и вот тогда. Да. Да, оно основано, разумеется. Но я говорю, что идея просто совершенно банальна. Вот они меряют просто уровень активности, линейный тренд. Значит, вот и некоторые три других просто вещи, они чуть более сложные. Я не хочу на них обращать внимание, но еще за 10 минут я их рассказал бы. Самая нижняя, это примерно что? Просто интересно, она наоборот упала. Значит, вот самая нижняя, самая хитрая штука. Есть такое понятие у сейсмологов, называется авторшок. Это вот что такое. Вот есть относительно большое событие, и после этого, как правило, опять высыпает. Опять что-то происходит. Вот то, что вот это опять что-то происходит, называется авторшоком. Разумеется, очень трудно его идентифицировать, ну, даже постфактум. Ну, как вы знаете, вот это новое, оно связано со старым или нет. Но есть разумные статистические правила, как-то идентифицировать, ну, чтобы алгоритм работал. Если я понравился, то этот авторшок был еще в том. Да, ну вот так получилось. Значит, и дальше было такое решающее правило применено, такое голосование, что если из этих семи функционалов 6 попадает в область аномальных значений, тогда объявляется тревога, то есть в некотором довольно большом месте пространства объявляется тревога протяженностью в полгода. Значит, что только полгода? Значит, это много, и надо понимать, что расстояние это скорее, то есть это сотни километров. То есть нужно понимать вообще о том, как это выглядит. Вполне практическая задача, мы говорим не о тюреме Пифагора, значит, которая там как-то, значит, вот это очень ясная штука. Вот мы должны понимать, как это, значит, что это означает на практике, это означает вот так. Значит, про хорошо или плохо мы поговорим потом. Вот мы сейчас это не обсуждаем. Вот эти вопросы не принимаются сейчас. Да. Шкала времени, например, какого масштаба? То есть если тревога протяжена в полгода, то вот эти наведения… Сейчас, 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 дайте я скажу. Давайте я про все графики сначала скажу, а сейчас все расскажу. Значит, ну этот как бы вообще нас отправляет в то место, о котором шла речь. Вот, значит, вот в каком-то куске, вот видите, было в разное время, здесь не видно в какое, потому что здесь пространственная картинка, куча разных землетрясений разного размера. Здесь нарисована развертка по времени, видимо, там, по горизонтали годы, по горизонтали годы, по вертикали, ну, место… Как это называется? Широта, долгота. Это широты, это широты с центром нужной точки, и мы можем там как-то пронаблюдать или не можем, что действительно вот перед вот этим моментом, вот это момент большого землетрясения, о котором идет речь, вот как-то на глаз понять, было ли увеличение активности. Значит, наконец, я вернусь к вашему вопросу. Значит, после того, как бабахнет, алгоритм продолжает работать, и раз в полгода он выдает новый прогноз, который может заключаться в том, что дальше ничего не будет, или он может продолжать тревожиться, и тогда тревога будет продлеваться. И судя по тому, что здесь нарисовано, тревога была длинная. То есть вот землетрясение прошло, а тревога в самое долгое время продолжалась. Но уже тогда ничего не происходило. То есть вот в каких терминах делается прогноз, причем алгоритм, о котором я сейчас говорю, он живет в реальном времени с 1990 или 1991 года, я не помню. Вот такой эксперимент в реальном времени. Совсем если вернуться на примитивный уровень, на уровень схем, то что на самом деле происходит? Вот у нас есть здесь всего один функционал, там их было семь, но это условная картинка. То есть вот есть какой-то уровень, и превышение уровня означает объявление тревоги. Во время тревоги может произойти какая-нибудь неприятность, как вот здесь, вот зеленый кружочек. Как не произойти? Здесь черта означает, что мы прогнозируем события выше некоторого, которые имеют размер больше некоторого. Здесь действительно уместно было бы вспомнить Андрея Николаевича, который сказал, что мы прогнозируем только самые большие события. Есть действительно вроде бы чисто физическая проблема, что самые большие события, самые большие землетрясения, они, может быть, как-то влияют на появление следующих. И вот эту связь, ну как-то вот физикам, естественно, думать, что эту связь нужно искать какими-нибудь другими способами. То есть нехорошо один и тот же, по крайней мере, алгоритм использовать как для прогноза как бы основного события. Если, я уже говорил какое-то английское слово, это main shock. Да, и прогноза последующих событий. То есть есть алгоритмы, которые как-то вот это делают по-другому. И, кстати, они более успешны, чем прогноз основного события. То есть прогноз, который прогнозирует последующие, он более успешен. Я потом объясню, в каких терминах. Ну ясно, какие, на самом деле, бывают неприятности у прогноза. Бывают прогнозы слишком долгие. Вот если взять этот малиновый квадратик, такой прямоугольный малиновый квадратик. Значит, если он сильно длинный, то ясно, что это нехорошо. Ну и нехорошо, когда мы промахиваемся, тоже нехорошо. Надо все время попадать. Что же это за прогноз, в котором много ошибок. Значит, сейчас я перейду к тому, как померить. Хороший прогноз или плохой. Что очень важно. Вопрос, как померить. Давайте сделаем такую паузу. Вот я должен что-то там, не знаю, сделать упражнение. Как-то размять пальцы. Я не знаю, как там в школе. Важно вот что. Вопрос, как прогнозировать. Это одна задача. Вопрос, что такое хороший, плохой прогноз. Это другая задача. Ими должны заниматься разные люди. В каком-то смысле. И вот пример прогноза я рассказал. Он очень ясный. Понятная работа с данными. На самом деле тяжелая. Ну, понятная. Но теперь нужно сделать как бы... Она логичная. То есть все, что там было сделано, очень логично. А, впрочем, и много других прогнозов, которые тоже основаны на очень логичных вещах. Очень логичных вещах. Теперь надо перейти к главному. А понять, хорошо это или плохо. Бывает, что вещь очень логичная. Она никому не нужна. И можно выкинуть мусорное ведро. Ну, давайте в качестве, так сказать, забавы. Ну, про другое. Значит, вот как вы умаетесь здесь с чужим прогнозом. Вот представьте себе, что полтора года тому назад мы услышали, что справедливый курс рубля к доллару 65 к 1. Надо сказать, что было бы правильно написать здесь 70, готовясь к этому докладу. Но, значит, я рассказываю уже здесь реальные истории. Хотя, значит, согласно Хемингуэю, чтобы история стала реальностью, надо хорошо рассказать. И тогда она и станет реальностью. Но я, в самом деле, слушал замечательный доклад, мне он очень понравился. Где докладчик объяснял вот давным-давно, тогда курс был там меньше 30, почему должно быть там 65 или 66. Очень убедительно. А потом в какой-то момент он стал таким. Я видел другого человека, который мне сказал, вот ты помнишь, нам же говорили. Но, с моей точки зрения, это ни о чем. Потому что, ну хорошо, а когда будет 70, когда будет 60? Ну мы же все это видели. Значит, ну что такое одна точка? То есть какая бы логика под этим не сидела? Значит, должна быть ясный, проверяемый прогноз. А просто утверждение, ну это непонятно о чем. А как можно было прогнозировать на до и после? Нет. Было сказано, что вот справедливый, вот там много чего, вот мы видим нечто. А есть справедливый курс. Справедливый, и да было дано определение справедливости. И что с ним делать? Мы же живем не в справедливом мире, мы живем в том мире, который есть. И курс доллара отражает реальный мир, а не справедливый мир. А справедливый может быть каким угодно, какое это имеет отношение к реальности. А вот если вы бы, ну вспомним, отмотаем время. 2013 год, все было еще хорошо, достаточно хорошо. И нам бы сказали, что мы вступаем в экономический кризис. Такой настоящий эксперт с телевизора, в пиджаке, в галстуке. Представьте себе такого эксперта. Ну конечно, как вы отнесетесь? А если то же самое скажет гадалка из премии Тумба-Юмба? В этом я сейчас вернусь к предыдущей истории с прогнозом землетрясений. И чтобы было ясно, что ждать, вопрос эффективности прогноза, он не должен зависеть от автора. Значит мы должны получить не автора, а алгоритм, который дальше будет количественно обработан, перемолот. То есть мы положим в черный ящик. Если выяснится, что это верно вообще для любого прогноза, что у нас есть специально обученный человек, который вот здесь вот сидит во втором ряду и правильно нам что-нибудь рассказывает, ну и хорошо, пусть рассказывает, если это работает. Значит, годится. Ну скажем, научим компьютеру распознавать собаку. Он должен посмотреть на это изображение и сказать, что это собак. Ну это очень просто. Вот смотрите, с головой, четырьмя лапами, хвостом собак. Ну собак. Нам, наверное, хвост тоже есть. Ну просто фотография такая. Конечно собак. Очередная собака. Тут как-то выяснилось, что еще и коты там тоже обладают тем свойством, что я написал. Ну не проблема, просто я поленился писать, вы же понимаете. Значит я шел на доклад и поленился написать все свойства. Надо выписать еще несколько штук, уточнять, уточнять определение собаки. Ну разумеется, пока настоящие собаки перестанут идентифицироваться как собаки, потому что их очень много. Из какого-то места мы слишком, мы переопределим. Ну ясно о чем, значит, я сейчас говорю. Я говорю об ошибках первого и второго рода. Да, значит, что вот есть настоящие собаки, которые собаками не признаны. И есть не собаки, которые названы собаками. Вот, так сказать, чему нас учат теория вероятности. Вот в какой-то момент вам это расскажут. Там будут написаны страшные формулы на доске, я вас уверяю. Но содержательно это вот то, что сейчас вот здесь на экране. А формулы, потому что без формул, что же за курс теории вероятности. А теперь перейдем к нашей предыдущей истории, где будут адаптированы ошибки первого и второго рода для прогноза землетрясений. Совершенно замечательная вещь сделана математиком Георгием Моисеевичем Молчаным, когда-то ранее работавшим с Яков Григорьевичем Синаем. И он сказал, как надо измерять. Значит, давайте мы, во-первых, ведем какие-нибудь определения, что мы хотим померить. У нас есть алгоритм, который прогнозирует землетрясения. С него надо потребовать две вещи. Нужно посмотреть, сколько он раз промахнулся и вычислить долю промахов. Ну, то есть, если он промахнулся в двух случаях из десяти, то n – это две десятых. А tau – это доля времени тревог. Помните, у нас там была ось времени, там часть оси времени была покрашена в малиновый цвет. И вот надо посчитать длину малиновых интервальчиков, поделить на полную длину, и получится вторая доля – tau. А, какой период – это десять лет? Ну, за то, что есть. Вот у нас есть какой-то, вот как-то алгоритм работал, сколько-то времени отработал. Давайте вот за то время, что отработал, померяем эту долю. Получим два числа n и tau. Они меняются от нуля до единицы, как вот на вот этом графике. Теперь у нас есть алгоритм. Алгоритм на выходе дает вот эти два числа. Значит, каждому алгоритму соответствует точка в квадратике. Например, желтый треугольник или другой желтый треугольник. Ну, вот там есть разные. Любая точка может быть вообще говоря… Мы теперь забыли о жизни, у нас математика. Любая точка может быть вообще говоря, может быть результатом работы алгоритма. Что нам надо? Мы хотим найти самые лучшие точки. Давайте сначала пообсуждаем, все-таки мы находимся в хорошем обществе, с хорошим вкусом. Давайте пообсуждаем, какие вообще у нас могут возникнуть точки вот внутри этого квадратика. Представьте себе, что у нас есть алгоритм, который нам порождает вот этот вот треугольничек. Не важно, значит, какие там значения, но важно, что такой треугольничек есть. Алгоритм, он когда-то объявляет тревогу, значит, у него есть какой-то результат. Можно построить в каком-то смысле противоположный алгоритм, который будет объявлять тревогу ровно тогда, когда тот не объявлял. То есть мы устроим противоположную расказку оси времени. Тогда ему будет соответствовать вот этот треугольничек. Вот ровно противоположные, дополняющие такие результаты в терминах этих долей n и tau. И еще замечательная вещь, что если мы умеем получать вот такие две точки, то вероятностным образом, взвешивая наше предсказание, мы можем получить результаты, которые лежат на отрезке, соединяющем любые два результата прогноза. Или любые два алгоритма прогноза. То есть есть два алгоритма. Мы можем их применять вероятностным способом, получим такой отрезочек результата. Ну что это значит? Это означает, что наше множество возможностей, оно выпукло. И теперь надо задуматься, о чем мы хотим. Как чего? Мы хотим все предсказывать и при этом, чтобы тревога поменьше была. Это знаете где? Это вот тут. Ну совсем идеал, наверное, недостижим. Это когда у нас периодические события, тогда мы точно знаем, когда они происходят. Но чем ближе к началу координат, тем лучше. Ну вот у нас есть такая нижняя-левая граница. Левая-нижняя, нижняя-левая. Не знаю как правильно, по-русски. И вот на ней лежат все, так сказать, ясно то, из чего надо выбирать. А другие точно результаты похожи. Ну и дальше стандартная неприятность. Мы хотим как бы минимизировать нечто по двум критериям, по двум параметрам. Это неудобно. Нам удобно иметь одну линейку. Вот выше-ниже, например, Андрей Николаевич выше меня. А если мы, скажем, захотим нас померить четким способом, то может быть нам будет сложно, потому что там по одному параметру будет Андрей Николаевич выше, а по другому может быть я. Ну мало ли, я сейчас стою на возвышении. Значит, поэтому, естественно, ввести какую-нибудь функцию, которая будет возрастать по каждому из аргументов. И вообще говоря, годится любая. Есть какие-то разумные мысли, как надо эту функцию вводить. Вот есть обоснование для линейной функции в теоретических целях, вот в тех, что я сейчас рассказываю. Очень удобно взять просто сумму этих двух неприятностей, сумму этих двух ошибок и пытаться минимизировать вот такую функцию. Бывают другие примеры. Значит, зачем нужна эта функция минимизации? Помните, я обещал наш алгоритм как-то подкармливать в случае успехов и наказывать в случае неудач. Ну вот есть какая-то учебная выборка, на которой алгоритм, у которого много параметров, нужно как-то настроить. И настроить в смысле минимизации какой-то функции, например, вот этой. Вот на этом, так сказать, учебной выборке нужно настроить, зафиксировать все параметры, раз и навсегда, это очень важно. А потом с этими фиксированными параметрами уже как бы проводить экзамен нашего алгоритма, устраивать прогноз вперед. Например, именно так сделали для того алгоритма, с которым я начинал. То есть на каких-то прошлых данных, ретроспективно, были зафиксированы многочисленные параметры алгоритма. А потом все, они зафиксированы раз и навсегда, он работает. И можно посмотреть, как он работает. Можно посмотреть, какую долю землетрясений он предсказал, какую не предсказал, какую часть времени занимали вот эти гигантские, помните, были большие интервалы тревог. Мы не специалисты в сейсмологии, наверное, и мы не будем не выдаваться в детали, но мы будем понимать, что люди, которые это делали, они наоборот сейсмологи, сотрудничающие с сейсмологами. И ясно, что предсказывать землетрясения нужно только там, где они бывают. Иначе вот это тау будет неоправданно маленьким. То есть, как бы все сделано корректно. И вот их прогноз, судя по тому, что говорят авторы… Извините, пока мы не ушли. Не, не ушли. К рок кривым – это имеет какое-то отношение? Еще раз скажите, пожалуйста. К рок кривым. Я не знаю, что такое рок кривые. К рок кривые – это как раз то, что используется при анализе данных, когда рисуется некий график в терминах ошибок первого и второго урока. Это довольно известный коррект. Да, мы здесь и видим, собственно, и видим ошибки первого и второго рода. Единственное, так сказать, почему… Значит, понимаете, в чем дело? Проблема здесь вот какая. То есть, в этом была, значит, работа. Терминологически нужно адаптировать… Вот история, с которой мы начинали, как бы учебная история, она была дискретная, и с ней все было совершенно ясно. Это просто были стандартные ошибки первого и второго рода. Их нужно было определить для вот такого непрерывного процесса. В этом нет проблем, но вот это как-то сделать, вот в этой науке это раньше не делалось. Ну, не делалось. Ну да, вопрос только почему, так сказать, то, что общепринято, к этому не обратились. Я не хочу сказать, что это вообще проблема разных наук. На самом деле, руку крива – это, насколько я понимаю, один албогитм с варьируемым отторогом. В зависимости отторога, когда мы его меняем, то у нас получается кривая. Здесь не совсем то. Здесь, как бы, говорится, что все, в принципе, возможные выйти у прогноза, они исполняют некую руку. И границы этой группой области, кстати говоря, непосредственно не наблюдаем. Это, скорее, похоже, не на руку требуется, это, скорее, похоже на все эти границы в тюрьме и границе. Скорее такая ситуация. Насколько я понимаю, это похоже на много разных историй. Потому что вещь настолько естественная, что появляется в разных науках. Конечно. Те вопросы, которые обсуждаются, они давно, естественно, не стоят. Здесь, как бы, практическое использование. Вот эта терминология — это 90-е годы. Там исходные работы, там что-то было про ловлю рыб, как ни странно. Давным-давно. Ну вот, с разных, с разных, с разных… Появилась проблема, люди стали решать. Потом, значит, мы знаем математику, мы учим студентов это. Так вот, чтобы все-таки закончить эту историю, авторы того прогноза землетрясения, о котором я говорил, попали примерно в точку с координатами 0,2-0,2, согласно их работам. Что означает, что они прогнозируют примерно 80% землетрясений, при том, что пространственно-временная составляющая тревог занимает 20%. Значит, я во время рассказа специально съел историю про пространство, потому что тревога должна иметь какое-то пространство. Но давайте вот эту вещь оставим в стороне. Значит, почему? Что означает там вот эти цифры, числа 80 и 20? Это означает, что это лучше, чем действовать наугад, безусловно. То есть теоретически это замечательный, красивый результат. С другой стороны, там 20% и времени, и пространства – это огромное время, и это огромное пространство. Я говорю, что речь идет вот здесь о полугодовом времени ожидания. Нельзя вывезти людей из Сан-Франциско на полгода. Ну, это просто город, где происходят неприятности. И вообще люди не любят выезжать из своих городов, эвакуация на полгода – это немыслимо. С другой стороны, есть надежда, что вот будет следующий прорыв в алгоритмах, и вот есть возможность оценивать, например, вот так. Следующую историю, которую я хочу рассказать на одном слайде, совершенно замечательную. Это прогноз выборов в американских президентских и парламентских выборах. Появилась книжка сколько-то лет тому назад, называется «13 ключей к Белому дому». Идея прогноза была такая. Во-первых, что мы прогнозируем? Перед нами все-таки возможно только два исхода прогноза, потому что республиканцы и демократы, и то же самое происходит и на президентских выборах. По сути, выбор происходит между двумя кандидатами или между двумя партиями. И, опять же, эксперты предложили десятки, но не сотни критериев, по которым, с их точки зрения, можно судить, кто из конкурентов выиграет очередные выборы. Дальше, опять же, с помощью обучения были отобраны 13 таких критериев, 13 вопросов. Отсюда название «13 ключей», на которых предполагается, что можно дать ответ «да» или «нет». Дальше опрашивают экспертов, разных экспертов, видимо, несколько десятков тоже. Он просит дать ответ на вопрос. Вот вопросы такого сорта. Вот, например, «Отсутствовала ли серьезная конкуренция при определении кандидата о правящей партии?» Значит, возможно, опять же, разные, ну, бывает, что все понимают, бывает, что, возможно, разные мнения, поэтому опрашивают нескольких экспертов, много экспертов, и, значит, принимается ответ «да» или «нет» по тому, в какую сторону, значит, каких ответов было больше. Итак, 13 вопросов, которые подразумевают ответ «да» или «нет». И дальше есть решающее правило, которое тоже было получено электроспективно. Как на основании этих ответов сделать вывод, кто одержит победу на выборах? Удивительным образом алгоритм работает корректно с 1984 года. То есть работает он так. Это за несколько недель до выборов авторы, теперь уже один автор, к сожалению, одинчинок ушел, объявляет результат. То есть эта вещь известна, она, значит, появляется заранее. И вот, значит, раз в два года, соответственно, вот, пока работает вообще без промахов. Здесь можно говорить, что за две недели до выборов во многих случаях и так ясно, кто победит. Но не всегда же. Но не всегда же. Совершенно замечательный пример вот такой работы распознавания образов, pattern recognition, который действительно работает при прогнозе вперед. Здесь не нужно. То есть чаще всего такого сорта бывают работы, что автор говорит, вот мы поделили данные на две части. Вот здесь мы обучали, а вот здесь результат. Здорово. Но когда у вас нет, вы просто знаете, что проводится эксперимент в реальном времени, вы видите, никто ничего не делил. Вот просто идет жизнь. Да, вот работает алгоритм. И вот у него такие результаты. Они уже никак не подстроены. И вот здесь результаты, безусловно, очень убедительные. Я вот думаю, что у меня как-то время подошло к концу. Очень хорошо. Тогда я на самом деле, у меня есть замечательный модельный пример, который я сегодня не расскажу. О том, ну вот есть, опять же, как всегда, модели сколько хотите. Все истории не единственные. Но есть очень простая и изящная модель. Она называется «Куча песка», по-английски «Saint Pile». Одна из, по мнению Physical Review Letters, одна из трех наиболее цитируемых работ. Physical Review Letters – просто вот топ-журнал по физике, по общей физике, в котором элементарным образом была реализована система, которая без настройки каких-то параметров демонстрирует такие степенные распределения, как у нас были в самом начале. Помните слова, давайте запомним, и в будущем они нам пригодятся. Модель удивительно изящная. Можно представлять себе, хотя это не совсем так, что вот на этот стол я буду насыпать песчинки. Ну так, например, большой мешок с песком, я буду потихонечку его насыпать на стол. Что будет происходить? То будет появляться куча песка. Она будет расти, 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 пока вдруг где-то она достигнет края и будет потихонечку рассыпаться. Ну, значит, рассыпав, опять расти, там не знаю. И если в эту минуту, вот если бы у меня была реальная куча песка, и пришел бы действительно в это время декан в аудиторию, то за порчу имущество меня бы немедленно отсюда выгнали. Но если бы это не произошло, то мы бы видели такую картинку, что у нас как бы эта куча то нарастает, то в результате разных таких пересыпаний, ссыпаний будет уменьшаться. Ну, потому что со стола потихонечку все ссыпается, а там пылесосами отгребается и заново сыпется. Вот этот процесс пересыпания, такая лавина, вот мы можем его померить, насколько как бы сильно, насколько много этого песка пересыпалось и определить размер лавины. Поразительным образом, что модель, ну она математическая, конечно, была настолько популярна, что люди и вправду делали лабораторный эксперимент. И выясняется, что размер вот этой лавины имеет степенное распределение. Причем, видимо, можно было бы предположить, что авторы думали, когда придумали модель, что это распределение имеет показатель один. Ну, разумеется, такого распределения не бывает, но есть большой кусок. Но потом выяснилось, что это не так, я картинку покажу, модель не покажу, а картинку покажу. То есть, вот здесь оба масштаба логарифмические, поэтому степень превратилась в прямую, и мы видим какой-то вот такой кусок прямой, и, собственно, за это боролись. Значит, как бы надо посмотреть и сказать, о, вот это прямая. Что мы должны здесь увидеть? Мы должны увидеть как бы прямую линию и что-то еще в конце. А, нет, я воспользуюсь имеющимися тремя минутами. Значит, у меня проснулась мания величия. Значит, нам с коллегами удалось опровергнуть общепринятое мнение об этой модели. Предполагалось, что в ней нет прогноза крупных событий, а нам удалось построить алгоритм прогноза. И это очень здорово, потому что, я помню, когда я рассказывал это, в том месте, где этими моделями занимались. И вот в этой модели будет, значит, рассказом о том, как прогнозировать крупные события. Я сказал, слушай, иди отсюда, потому что все знают, что здесь прогноза нет. А если ты считаешь, что есть, дай алгоритм прогноза и приходи через две недели. Ну, вот через две недели в институте приколовной математики рассказывал это заново, потому что, ну, прогноз, алгоритм можно проверить. Алгоритм можно проверить. Но вот оказалось, что вот прогноз поразительным образом возможен за счет неравномерности. То есть вроде бы история совершенно симметричная, стало, что был центр там стола чего-то там ссыпать. И оказывается, что, как правило, большие события происходят, когда вот у нас вот эти кучки, которые как-то так разбегаются по столу, что наша структура теряет вот эту симметрию, в среднем она симметрична. Но вот со временем она теряет свою симметрию, где-то появляются большие кучки. И, как правило, именно тогда, я помню слово, бабахнет. Вот нерешенная задача, хотя я уверен, что она решается, значит, это определить, вот модель, она вообще определяется на квадратной решетке. А вот если ее определить на такой замечательной самоподобной решетке, видите, она всякий раз там какие-то кусочки уменьшаются в разы, то, несмотря на исходную симметрию поля решетки, я думаю, что прогнозируемость будет куда как лучше, чем в исходной модели. Но это какие-то не сделанные вещи. Кстати, о математике. Вот, что называется, зуб даю, что свойства модели описываются длиной случайного пробега по этой решетке. И если знать хорошо теорию вероятности, то можно лучше представлять себе свойства такого рода моделей. Ну, свободный пробег хорошо считать на обычной решетке, а вот на всяких таких заковыристых решетках это не столь очевидно. Давайте я, значит, вот уже есть, значит, модератор, который стоит надо мной, я бы сказал, свисается. И поэтому я закончу тем, что я начал, я пытался описать, что есть проблемы привлечения в разумные междисциплинарные проекты и математиков, и разработчиков программ. После этого мы видели примеры, мы же, правда, видели примеры задач, формулируемых и решаемых математических терминов с помощью вычислительных алгоритмов. И мы поняли, что слово «доказать» — это не из этой науки. Здесь надо употреблять другие слова. Хотя то, что получается, совершенно ясно. Ну и последнее, самое главное. Мне кажется, что здесь есть все возможности, есть люди самые разные. Значит, есть все, включая этот коллоквиум, чтобы подобные задачи нашли себе здесь не то чтобы пристанище, а теплый и уютный дом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы поместили бы устройства и, соответственно, программное освещение в другой континент, в других условиях — там, рельеф, другой. Вот один момент. И второй момент — учесть прогнозы, техногенные какие-то факторы, например, то, что земная гора, она как будто, да, впитывая какие-то, будем, скажем, удары, бомбардировки или еще что-то, потом выплескивает в другой месте. Вот это вот как случилось? Спасибо. Значит, совершенно замечательный вопрос. Спасибо большое. Значит, вот я опять же хочу быть правильно понятым. Разных алгоритмов прогнозирующих землетрясения, разных групп довольно много. Я думаю, что пик популярности этой деятельности, то есть мы сейчас не на пике популярности, но тем не менее, значит, есть очень много групп, которые работают с помощью разных разных способов, да. Например, есть… ну, во-первых, значит, люди пишут дифференциальные уравнения. Как бы это ни было тяжело, надо понимать, что… ну, я уже объяснил, что очень трудно залезть внутрь и правильно описать систему. То есть в этом проблема. То есть есть как бы стандартный способ, да. Мы знаем, как работать, как физики работают с задачами. Значит, есть возможность мерить волны, исходящие из земли. Есть разные способы, но, к сожалению, нет очень большого прорыва. Вот тот уровень успеха, о котором я рассказал одним методом, о чем-то похожем, заявляют и другие группы, но нет ощущения, что… что есть существенная разница по сравнению с тем, что я только что объяснил. И дальше у меня не было цели… то есть я, собственно, не специалист в сейсмологии, чтобы дать детальный, значит, рассказ, сравнительный анализ именно физики алгоритмов. Важно, что то, что я рассказал, вот способ сравнения, это принципиально важно, это очень здорово, что он к физике не имеет никакого отношения. Да, ну, мы не говорим о физике, мы говорим о результате. А второе ваше высказывание, оно совершенно замечательно, и эту историю я услышал в Институте теории прогноза землетрясений, но сейчас я боюсь, что я не скажу от кого, просто потому что не помню. Это правильная идея о том, что можно… сейчас надо быть очень аккуратным, что события, значит, там сильное землетрясение, взрыв в одной части, значит, земли передается, внутри земли, значит, не знаю, волна идет, да, в другую часть, причем, значит, геологи полагают, что они знают примеры довольно длинного, то есть это может быть там сотни, даже тысячи километров вот такого перемещения. То есть, как правило, оно маленькое, но может быть, да, временами. Бывает и большое. Но мои коллеги все-таки на счет управления, да, вот, они говорят, позвонил как-то человек в советское время в институт, и сказал, что… или письмо написал, я вот, скорее, письмо написал, что вот давайте мы, значит, научимся, значит, мы устроим здесь небольшие взрывы, направим их в нужную сторону, и у врагов устроим сильное землетрясение. И это была большая проблема, потому что советское время на письма надо реагировать, и как тут вроде отреагируешь. То есть тут все-таки вот так, наверное, все-таки не могут. Но еще раз, значит, надо быть предельно аккуратным. То есть однажды, можно я займу еще вот одну минуту, потому что я боюсь быть неправильно понятым, особенно при условии того, что штука записывается. Как-то ко мне пришел человек из какого-то уважаемого издания и сказал, что он хочет поговорить там о прогнозе финансовых крахов. Очень милая дама, значит, она поговорила, она мне рассказала, что какой-то ее знакомый или незнакомый очень удачно заработал на изменение курса золота. Я сказала, скажите, так бывает? Бывает, может, он заработал? Она говорит, нет, ну вот что наука об этом думает? Ну, я говорю, сложно сказать, но, значит, вы понимаете, всегда есть какие-то разумные идеи, они реализуются. Ну, так вот в среднем, значит, вы взяли его постфакт. Мы сначала узнали, что он заработал, а потом к нему пришли и спросили методы. А вот какие у него еще другие были, значит, достижения? Ну, вот по одному событию очень трудно, значит, это определить. Да, а что он еще делал? А как другие люди в похожих случаях поступали? То есть есть у нас хоть какая-то информация? Вот мы об этом поговорили, потом я прочитал. А вот, значит, в научном мире говорят, значит, поддерживают гипотезу, что вот данный человек… То есть надо быть все-таки аккуратным при интерпретациях. Вот она вероятностная. Вот здесь, несомненно, интерпретация вероятностная. Это и хорошо, и плохо, но она такая. Да, да. Продолжение следует. Еще вопросы? Спасибо.